путешествие по европе это все конечно круто но стоит также не забывать что в германии очень много красивых мест которых можно посмотреть и я вот приехала в очередное такое место в принципе почему сюда все едут здесь горнолыжный курорт и здесь альпы и здесь находится самая высокая гора германия сегодня мы погуляем просто у подножия этой горы и посмотрим не менее красивое место и чуть позже я вам покажу несмотря на то что по германии путешествовал я неоднократно видела уже много но так архитектура как здесь я еще не видела короче я поняла вот где мне надо дожить в горах где туман сосны пасмурно и много мха ну конечно как нигде здесь пользуется спросом вот такой товар естественно без этого не выживешь а 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 Из-за того, что уже холодно, всего лишь 5 градусов, то все вот эти домики топят дровами, и тут просто потрясающий запах. Очень обидно, что туч столько, потому что вообще-то вот тут вот, аж вот досюда, идут красивые альпийские горы, но сегодня их не видно. Я нашла лавочку, чтобы сесть и перекусить. Турист уже бывалый, с вечера была нажарена уже картоха, так что не голодаем. Мама, я не голодаю, мама. Ладно, пора раскрывать карты, куда же я все-таки направляюсь. Я направляюсь в ущелье, которое называется Партноклам. Как-то так, короче. Ущелье длиной в 750 метров и шириной буквально метров 10, наверное, от силы, может меньше. Там течет горная река, быстрая, холодная горная река, а высота скал 80 метров. Говорят, что раньше там жили гномы, и как-то вроде они каких-то богов разозлили, и земля разверглась. Кто-то говорит, что это просто таяли ледники, и вода сточила камень. А, кстати, вот речка. Мы идем к ее истокам, так сказать. Очень красиво. Ну, вот, наконец-то я дошла до первого хотя бы указателя. Нам туда. Облом полный. Встать в 5 утра, ехать на автобусе с пересадкой, переезда сюда через горы, чтобы потом прийти, увидишь, что закрыто. По какой причине, непонятно. Аж настроение все пропало, честно говоря. Столько ожиданий было. Есть, конечно, дорога поверх ущелья, но это уже совсем не то. Но с другой стороны, ехать домой, так и не дойдя туда, как-то тоже обидно. Придется идти. А подъемчик, как бы, такой, нехиленький. Я поднималась сюда, наверное, полтора часа. Подъем настолько крутой. И это было очень сложно. В тот момент, когда я почти дошла на моем пути, буквально, вон уже мост, я его вижу, вот он буквально в 50 метрах от меня. На моем пути появляется вот это. Пройти его, обойти его не получится. Ну, типа, хоть так, вон она течет, речка эта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова